Личность, обладающая уникальным желанием помочь людям в попытках стать духовными и нравственными, Дэвид Лоффа прославился на весь мир. Первоочередно, стоит отметить то, что Лоффа был церковным служащим, совмещая это призвание с работой в области психотерапии. Он являлся членом научной коллегии медицинского факультета университета Джорджа Вашингтона. И будучи американцем, стал известным по всему миру писателем в области психологии сновидений. Он выпускал каталоги сна и сонник, которому отдает предпочтение все больше жителей различных стран. Лоффа является нашим современником и проживает в небольшом городке Уолдорф в округе Уосика, штат Миннесота, США. Являясь пастором, он счастлив со своей семьей, женой и детьми. Толкование сновидений, которые предоставляет нам автор, адаптированы под восприятие современного человека. В их основе лежат труды из психологической сферы, именно поэтому так легко осознать свою пришедшую во сне картинку посредством этой книги. Часто от Дэвида можно слышать фразу о том, что «сны» — это интерпретация наших жизней. Наш мозг сам выдает проблемы и обстоятельства, беспокоящие нас в реалии в картинку во сне, давая возможность там же найти пути решения всех вопросов. Важно лишь научиться осознавать то, что пришло к нам в явление и тогда все наши жизненные цели будут легко достигаться. Психотерапевт убежден, что все мы ведомы нашими ангелами-хранителями, духовными проводниками. И именно через сновидения они предупреждают нас об обстоятельствах грядущих в будущем и направляют нашу энергию в нужное русло. То, что приснилось человеку накануне, почти всегда имеет четкую и определенную закономерность. А та в свою очередь связана с двумя основными тематическими группами. Первая трактуется и имеет отношение к событиям, которые есть у каждого человека в жизни — это рождение, смерть, семья. Вторая дает возможность осознать свою духовную составляющую, раскрыть грани своей личности во всех направлениях. Такое деление происходит из-за того, что психика имеет определенную структуру, включающую в себя внутренние конфликты и межличностные. Все это ведет к неврозам и неуверенности в собственных силах. Сонник Лоффа отличен от других произведений такого же жанра тем, что не раскрывает конкретику пришедшего видения. Все потому что по теории психотерапевта нельзя не учитывать при трактовке индивидуальность каждого человека. И то, что будет подходить один, совершенно не подойдет другим людям. Сон — это субъективная картинка прошлой или будущей жизни каждого человека. И, исходя из различности опыта и мировосприятия, даже пришедший в видение один и тот же предмет может нести абсолютно разный символизм. Чтобы правильно воспользоваться толкованием, необходимо проанализировать пришедшую в ночи к вам картинку. И сопоставить с событиями из вашей настоящей жизни. В книге вы найдете помощь в осуществлении именно такого анализа, поймете, на что стоит акцентировать ваше внимание, а на что имеет второстепенный смысл. Если углубиться в детали, то данный толкователь снов не подходит под общепринятое описание. Он будет являться неким путеводителем в сфере ваших размышлений о картине видения и мыслях. С точки зрения повествования, можно сравнить этот трактат с работой Зигмунда Фрейда, который также дает нам повод задуматься о взаимосвязи сновидений и подсознанием, бытием каждого человека. Лоффа не был безосновательным, во всех его работах присутствует четко прослеживаемая логика, имеющая обоснование на всех уровнях. Безусловно, кому-то такой способ интерпретации увиденного в ночи, покажется слишком сложным, но попробовав, вы начнете лучше понимать свою жизнь в целом. Всегда используя различные трактовки для вашего сновидения, учитывайте свою специфику и ситуации, произошедшие накануне. Не всегда прямо трактованная вещь, может нести верное значение. Не исключено, что во сне вы могли упустить действительно важную деталь, которая и являлась ключом и ответом ко всем вопросам. Так что всегда начинайте с поверхностного анализа пришедшего видения. Соберите все, что помните воедино, не упускайте отметить то, какая у вас была реакция на события, происходящей внутри картинки. Все будет иметь связующую форму. Подумайте о своем психологическом состоянии, как советует Лоффа. Возможно, вы накопили усталость, которая перетекла в невроз, из-за этого вам стала приходить картинка, требующая вашего отдыха и отсутствия раздражающих факторов. Поэтому за вами, например, весь сон будет гнаться кто-то опасный и страшный. Всегда учитывайте все факты в реальной жизни для интерпретации видения. Сны не разрывно связаны с психикой человека и от его индивидуального внутреннего мира будет зависеть увиденное ночью. Именно поэтому и по сегодняшний день эта область остается покрытая тайной и для нас и для лучших умов всех стран. Управление видениями, трактовки, связь с реальной жизнью – это все то, что предстоит познать в недалеком будущем всему человечеству и, скорее всего, удивиться новым открытием. А на данный момент, мы можем пользоваться сониками себе во благо, для того, чтобы хоть немного приоткрыть завесу своего же подсознания. Так что не бойтесь, экспериментируйте в анализе своих снов. Пытайтесь осознать о чем вещает вам ваше нутро. Ведь очень часто человек не замечает того, что проблемы имеют внутренний характер и все это проявляется в частых болезнях и жизненном дискомфорте. А благодаря такому сонику вы не оставите без внимания ничего и сможете точно определять ход дальнейших действий и событий. И самое главное – находить причину и решать все вопросы, начиная с себя. Это действительно один из самых удобных соников современности, потому что может объяснить все даже человеку скептически настроенному. Лоффа всегда очень быстро прогрессировал в своих знаниях, давая человечеству все самое ценное из того, что осознал сам. Наша задача заключается лишь в том, чтобы пользоваться данной информацией.